ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня попытаются преодолеть свои страхи и фобии актриса Эвелина Блёданс. Вот эта детскость какая-то во мне, желание все попробовать, оно не проходит. И, конечно же, мы сюда пришли для того, чтобы побеждать. Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Шнякин. Я сюда пришел, чтобы найти какой-то новый страх. Хочется немножко еще экстрима, какой-то свежей новой волны, но я это уже чувствую, уже от самой этой соревновательности я переживаю. Актриса Надежда Ангарская. Всегда это интересно испробовать себя. Я надеюсь, что у меня не откроются никакие новые страхи и не будет колотить адреналин. Актер Виктор Логинов. Я считаю себя довольно-таки выносливым человеком и целеустремленным. Я надеюсь, что именно эти навыки мне пригодятся. Актер Александр Головин. Это бомбовский проект, он очень интересный. И прикоснуться к этой великой легенде, фактор страха, очень хочется, и я пришел сюда побеждать, е-мое. Актриса Зоя Бербер. Я по характеру где-то боец, где-то трус, где-то включается преодоление, где-то я складываю лапки. Ну а что? Я буду настоящей. Это, по-моему, главное. Когда нас привезли на завод, я думал, что нас куда-нибудь подвесит, что-нибудь будет какое-то физическое испытание. Мне казалось, что в первую очередь придется что-то есть. Тараканов, жуков каких-то. Я очень рад приветствовать вас на «Факторе страха». Вас ждут три опаснейших испытания. Но кто-то вылетит уже после первого. Если вы откажетесь или не справитесь, тоже выбываете. Помните, ощущать страх – это нормально. Но на этом шоу его нужно побороть. Иначе вы не сможете выиграть 250 тысяч рублей. Первое испытание называется «Ныряльщики за сокровищами». А там что-то живое, да? Фу, Саша, фу! Перед вами бассейн с помоями и отходами, которые мы собрали с рыбного комбината. Вот такие. Нет! Это мерзко. Это гадко и неприятно. Фу, нет! Воняло так ужасно, что я чуть ли не блеванул, простите. На дне бассейна мы разбросаем вот эти драгоценности. И вам придется их найти. При этом вода будет неистово бурлить, как в джакузи. Такого у меня еще не было, чтобы в помойке искупаться. Мы засекаем время, и кто будет быстрее, тот победит. Действительно, нужно побороть свой страх. Страх проникновения в эту отвратительную жижу, дабы достать эти кольца и победить. Чтобы эту отвратительную смесь немного освежить, я добавлю туда еще рыбьи требухи. Ребята, высыпайте. А что вот ты такой злой человек, Цой? Ты злой, нехороший. Я только вчера волосы покрасил голову. Просто не смотри. Бербер, просто не смотри. Смотрите. Я действительно очень, очень тонко отношусь к запахам. Поэтому для меня, наверное, это будет самое страшное испытание. Жребий решил, что первым ныряльщиком станет Надежда Ангарская. Ты агрегат, Надя! Ты, Надя, агрегат! Я же говорила, как в школе. По алфавиту Ангарская пойдет первая. Но это не очень приятно. Но я надеюсь, что я справлюсь. Ну, так, волнительно, конечно. Джакузи-фактор страха приветствует тебя, Надя. Пускается, да? Чувствую, что ноги такие в выл заходят. И я понимаю, что это не ила. Это что-то похоже было на жир. Жир с чем-то. Ты готова? Нет! На старт! Внимание! Поехали! Давай! ВЫЛИ! Понимаю! У меня ощущение, как будто бы в спа-салон сходило. Значит, у меня вылили просто ведро помоев, которое копилось в этом спа-салоне в неделю. У-у-у-у! Да не спеши! Не спеши! Не спеши! Нормально все! Это плохо! Три! Осталось еще два! Ай! Я там схватила кальмара, какую-то рыбку какую-то. Она недохлая. И слава богу. Потом на что-то еще наступило, и ногой поняла, что это слишком выпукло. Это не то. Конечно, это ужасно. Это кошмар. Там все шевелится, там все бурлит. Подольше покупать! А дно кольца мне пришлось вообще выкарабкивать, потому что оно прям было где-то, я почувствовала, внутри. Четыре! И крайнее кольцо! Надюш, не торопись, пожалуйста! И... Молодец! Молодец! Рыбка ты наша! Ну, я думаю, что показала неплохой результат. Я надеюсь на это. Да неплохой запашок, как бы. В помоечке поплавала. Ну что ж, давайте отправим на дно второго ныряльщика. И это будет Александр Головин. Сашенька! Для меня, наверное, это будет сложно. Но... Я бесстрашный, я все сделаю. Твой настрой? Холодный! Мне стало некомфортно. Я пытался собраться, набрать побольше дыхания. На старт! Внимание! Поехал! Я как-то копался тут, это было очень противно. Я хватал каких-то медуз, жижа. Я это не очень люблю, все склизкое. Два кольца уже есть. Отличное начало. Прыгаю назад. Черт! Какой! Есть три! Есть три! Торопись! Ой, он еще ножками машет! Ой-ой-ой! Все, потерял! Нету больше! Да нету, нету больше! Не надо, не пытайся! Не могу найти эти кольца. У меня не хватает дыхания. Я вынырну. Потом пытался снова еще больше набрать воздуха. Заглотни, заглотни, Саня! Конечно, у тебя противные запахи, когда ты делаешь глоток воздуха, и у тебя сразу вот эти рыбные кальмары... Что-то он потерялся. Ну, может быть, я засветился, конечно, чуть-чуть. Но там эта бурлящая вода, эта легкая паника внутри тебя, она сбивает тебе дыхание, и вот эта ледяная вода. Давай, давай, давай! Там три, Саня! Притался ногами прошерстить, что-то там найти, но у меня ничего не получалось. Мочи! А вот это уже просто надо набрать воздуха. Это нужно... Хорооо! Это штука! А дольцо поломалось! Дисквалификация! Давай, давай, давай! Дисквалификация поломалась! Давай, Саня! Все, уже переживаем! Я почему-то искал все по углам. Да не ногами, а руками ищи. Саня, давай! Боже мой! И вот, когда я нырнул уже в середину, да, там было это зловещие, зловонящее кольцо. Давай! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, после такого я уже дальше не пройду. Очень долго, очень долго. Итак, дорогие друзья, следующим ныряльщиком станет великолепная Эвелина Блёнанс! Самое противное, что я вообще не ныряю, потому что у меня болят уши. И сегодня для меня это будет двойное испытание. Не хочу рассказывать про свои болячки, но мне вообще нельзя нырять. Но кольца нужны. Ай, как жаль! Тебе нельзя нырять? А ты музыку можешь не слышать? Может, ты не надо? Но вот этот мой авантюризм здоровый, который во мне как бы живет и не угасает с годами, он, конечно, наверное, не даст мне сказать нет. Давай, 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 давай! Нет! Не хочу! Ой, 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 не хочу! Для девочек особенно это, конечно, очень сложно. Когда ты понимаешь, что ты весь в этом, это везде у тебя, во всех отверстиях, которые у тебя есть сейчас, вот эта прекрасная жижа, это, конечно, страшно. Эвелина, на старт! Внимание! Поехали! Время пошло! Не слыши! Не слыши! Мои уши! Когда дали эти наушники, я, с одной стороны, почувствовала облегчение, с другой стороны, поняла, что я как идиотка вообще в этих наушниках буду нырять. Они, естественно, падали. Уже когда ты в азарте, ты уже думаешь, да уже ладно, хрен с этими ушами, давай, ныряй, доставай. Я не могу! Давай, давай! Беж не могу! Защупай ножки, ножки мне и ногой подними. Да вот надо не переживать, вернуть тебе наушники! Молодец! Наушники вернуть? Кальмары верни обратно! Кальмары верни обратно! С каждым новым погружением у тебя опять нос весь забивается всем вот этим вот приятным раствором, уши забиваются, купальник открытый, все залезает туда, сколько у меня вот здесь вот на попе было просто несколько килограммов вот этой всей истории. Это ужасно! Хорошо пошла! Она выбрала ножной пояс, я понял, она ногами сканирует дно. Справа кальмар, лови его! Молодец! Сложное испытание, несмотря на то, что, ну, вроде бы что, залез и поройся. Я не понимаю, почему после всех комментариев она не метнула. Город! Еее! Еще одно кольцо! Ты ищешь только по углам, ищи в середине. Я вроде обшарила уже все уголочки и в центре, и там повозюкала, и потрогала, а кольца все нет и нет. Еее! Ешай! Я даже не ожидала, что все-таки я его найду, но сила воли заставила меня нырять до последнего. Я очень надеюсь, что кто-нибудь будет дольше меня. Ой, в трусах-то! Кальмары! Ну, вот мой трофей. Я хочу домой! Итак, следующий участник, который украсит наше первое испытание на факторе страха, именуется Дмитрий Мшнякин! Главный страх – вот проиграть. Я же завязан, замешан на спорте. И если я сейчас классным ребятам, артистам, но все-таки артистам и не спортсменам проиграю, то, конечно, меня троллить, унижать будут мои же коллеги, друзья, спортсмены и так далее полгода точно. Ой, какая же там мерзость-то внутри, а! На старт! Внимание! Поехали! Пока, Дима, пока! Смотри, он прям плавает там, то есть мы видим ноги. Иначе там в этой ерунде искать, потому что понимал, что первый ход обязательно нужно сдобычить. Ну, как у всех же вроде получалось. Плескается. Есть! Есть одно кольцо! А смотри, на бородке как задерживается красиво. Все вот это вот проплывающее мимо тебя, вся вот эта отвратительная желчь, вот эти вот экскременты животных, там, мертвый змей, это тебя не сбивает с толку, когда ты прям реально настроен победить, собрать эти кольца. Да я не... О, уже три! Неплохо! Элементы синхронного плавания от Дмитрия Шнякина! Давай! Не торопись, бро, не торопись! Подиск, отбеси! Уже начал немножечко паниковать, блин, что происходит? Где эти кольца? И тут, и так, и сяк. Иди сюда! Пять! Четыре! Наследнее! Еее! Я получил удовольствие от того, что в принципе справился. У тебя что-то на носу! Ну, как ощущения? Что я тебе могу сказать? Есть аквамэн, теперь будет мэн. Ну, целоваться сегодня, наверное, не буду, я не знаю, либо чуть зубы надо почистить, потому что и песок, и какая-то еще дрянь осталась во рту. Итак, следующий стремится к победе будет Зоя Бербер! Усаживайтесь поудобнее. Сейчас начнется шоу. Такой пилинг из песка, требухи вот как раз всего, что там плавает. В принципе, забавное ощущение. На старт! Внимание! Поехали! Включилась супергел, боец, который говорит, окей, я пошла нырять. Хорошо пошла. Очень смело, очень смело занырнула, но ничего не нашла пока. Давай, давай! Есть! Есть! С Альваром! Есть второе! Нормально справляется вроде. Есть три! Осталось два! Все прекрасно! Оу! Вот это уже пошло реально синхронное плавание! Я ныряла, прям старалась глубоко это делать всеми частями тела, потому что я всплывала. И мощно, там еще идет поток воздуха. Вот это нырок! Ах, дельсинчик, ты глянь, красавета! Слушай, как она... Я не пойду туда! Иди! Зоя, перестань чистить бассейн, другая задача. Я вдруг зафиксировала, что у меня глаза-то открыты, но ты ничего не видишь. Даже там какой-то, чтобы проплывало. Ничего, ты просто, вот у тебя все глазки, все ощущения на пальчик. Еще одно! Давай! Еее! Теперь мне интересно, теперь я хочу пройти дальше. И я думаю, что четверка я попаду. Друзья, как вы догадались, последним акваменом сегодня будет Виктор Логинов. Конечно, лечь туда не хочется, но... Я попробую побороть свой страх. Ты готов? На старт! Внимание! Поехали! Все в бороде, все вот в усах, все в эти вот кальмары или что там, требуха вся, это лезет тебе в голову. Тебе хочется выточнить все это, что попадает в тебя, где надо отключать и рецепторы, надо преодолеть себя. Смотри, как он брызгучий! Есть первый! Опа! А ты говоришь, что за кит! Просто Виктор кит! Просто Виктор кит! Три! Отлично! Осталось еще два! Уверенно идет как, а? К сожалению! Так, ну подожди! Ого нет ни здесь, ни вправом, ни в левом, ни в дальнем углу, его нигде нету. И вдруг неожиданно, раз, я понимаю, что я наступил, на что-то ныряю. Нет, это была какая-то труба, а я ныряю опять. Какая-то палка, какая-то черт знает что. Он разобрал уже пол бассейна, да! Что там все склизко, мерзко, темно, не видно ничего. Потом я, конечно, нашел это кольцо, подумал, ну вот все, спасение. Итак, друзья, хотите ли вы узнать время, с которым вы прошли испытание? Да. Очень хочу. Нет. Со временем 32 секунды на первом месте расположилась Надежда Ангарская. Спасибо. Красотка. На втором месте с результатом одна минута четыре секунды. Дмитрий Шнякин. Второй среди проигравших. Хорош. Бронзовая медаль. Одна минута сорок девять секунд. Отправляется в руки Виктору Логину. Две минуты ноль шесть секунд. Таков результат. Александра Головина. Да ты умничка. Зоя Бервер. Три минуты девять секунд. Красиво. Молодец. Три минуты. Эвелина Блёданс. Три минуты двадцать три сексуальные секунды. Так красиво. К сожалению, Эвелина и Зоя покидают фактор страха. Прощайте. Я попробовала, и у меня очень прекрасная цифра три ноль девять. Это как Зоя. Когда эмоций не хватит надолго, поэтому пока мне достаточно. Конечно, когда ты уходишь, ты расстроен, потому что ты не можешь показать себя, но значит, значит, не сыпа. пройти даже одно испытание здесь это успех. Но сильно не обольщайтесь. Дальше будет намного сложнее. Фактор страха продолжается. О-о-о, что нас ждет дальше? Да, может, мы будем бегать с куском мяса на задницу, а за нами собака будет бежать или волк. Наверное, будет какое-то физическое экстремальное испытание. еще понятно. Все, что осталось в том бассейне, нам вот сейчас на стол и подадут. Добро пожаловать в следующий раунд. Испытание называется «Ужин гурмана». Я вас ненавижу. Каждого из вас по очереди я приглашу на ужин. Угощения будут максимально неаппетитными. Правильнее назвать их отвратительными. Это самое мое вообще противное есть. Всякую гадость. У меня повышенная чувствительность к запахам, ко вкусам. Вот мой главный шедевр. Страшно петельц. Фу. Свинка. Свинья. лет пять, наверное, шесть точно. Я просто ничего свиного. Сейчас я не знаю, как я с этим справлюсь. Для меня это большое испытание. Я очень старался и приготовил много. Пять блюд на каждого. Чтобы съесть их, у вас будет всего пять минут. Хоть один съесть бы. Часло. Если вы хотя бы сделаете вид, что вам вкусно, я буду вам благодарен. для меня это прям вообще прям дико сложное испытание. По жребию первый начнет Дмитрий Шнякин. А-а-а. Я боюсь, что меня блеванет. И в таком случае я проиграю. Проигрывать не хочется. Вот блюдо, которое я для тебя подготовил. Что это такое? Можно посмотреть? Выглядит просто тошнотворно. Перед тобой различные части свиньи. Мозг, пятак, кишечник, пенис, семенниками заметь, и матка. Зря Толя рассказывал, что есть что. Слушай, я бы это съел, и они потом мне рассказали. Дим, если вдруг ты захочешь воду, ты ее не получишь, потому что если ты захочешь попить, ты проиграл. Твоя здоровье. Поехали. Ваше здоровье, ребята. Дима начал с мозга. Я начал с мозгов. Мне показалось, что консистенция такая приятная, как мармеладку какую-то съесть. Какая гадость просто. Как оказалось, мозги были жирными, они были отвратительными на вкус. Блей давай, что ты держишь? Блей, 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 блей. И вот реально чуть-чуть не сблевал, чуть-чуть это все назад не вышло. Все тоже на физиологическом уровне, надо было как-то пытаться все это сдержать в себе. Настолько неприятно это наблюдать, мне хочется за него запить. Нам-то можно попить, нет? Пока. Конечно, нет. Не, вот с водичкой зашло бы уверенно. А время-то идет, пока ты триндишь. А можно мне за него блевануть, а? есть один продукт. Если честно, я не подозревал, что это будет так сложно. Пенис. Пенис. Ваше здоровье. Отличный выбор. Вот этот свиной пенис, он там настолько какой-то жирный, гладкий, что его просто прожевать тяжело. Невозможно потом. Думай о чем-нибудь хорошем. Представь себе, что это сладенькое. Тарталетка. остыни себе. Может, есть какие-то кудесники, волшебники, которые готовы это как шпагу сразу опустить в горло и в желудок, но это точно не я. Е-е-е! Он это сделал! О! Он взял матку. Хрустит-то как, а? Блин. Это жесть. Дима, ну не ешь, брось! Сейчас мне нужно как можно быстрее все это сожрать, потому что я не знаю, быстрее или медленнее справятся мои соперники. Пять. Четыре. Борятся по-мужски просто до последнего. Три. Глотай. Два. Один. Он это сделал! Если я не выиграю, то реально будет обидно. И следующим участником, который сядет за этот стол и насладится фантастическими блюдами, станет Александр Головин. Сашуленька. Саш, прошу к столу. Да вот я думаю, отказаться может. Вот самое большое, за что я переживаю, что у меня будет рвотный рефлекс. И это страшно для меня. Ну что, ты готов? Посмотреть на это. Конечно. Посмотреть готов? Бон аппетит. Настрой у меня на самом деле боевой. И как-то дома я сказал, мам, ну, когда будут гадости, наверное, я откажусь. Она на меня посмотрела, сказал, ты что, зачем тогда едешь? Действительно, зачем? Если ввязался в это, то нужно идти до конца. Мамочка, я постараюсь это сделать. На старт. Внимание. Поехали. Ух, как он активно начал. Молодец. Вот мозг казался более мягким и что его можно быстрее прожевать и побыстрее его сглотнуть. Саня, и движение непонятное тобой. Что ты делаешь? Ты все поймешь. Вот этот запах, который валил с тарелки, очень трудно было глотать, и организм мой категорически не воспринимает это. Ох, как мужественно он это преодолевает. Итак, Саша съел первый продукт. Это уже маленькая победа для меня. Ой. Он взял тоже пенис. Я ни разу не ел такого дерьма, простите, пожалуйста, ни разу в жизни. Смотри, руки дрожат. У меня тряслось все тело, у меня мозг вообще не понимал. Что ты делаешь, Саня? Саня, это не твои блюда. Саша, торопись. Осталось совсем немного времени. Как макарошечку связал, а? Молодец, понимаешь? Опа. Ты сможешь это сделать? Пять. Четыре. Три. Два. Один. Стоп! Время! Я с собой доволен. Я преодолел свой страх. Я собрался и съел два блюда. Итак, следующим гурманом станет Виторио Логинов. Давай, бро. Бон, покажи, класс. Он всеядный. Я представляю, как он сейчас накинется и будет это очень все быстро жрать. Подожди, я подготовлюсь. Это абсолютно правильно. Еще никто никогда так элегантно не готовился к поеданию такого дерьма. Еще никто и никогда так элегантно не готовился блевать. Я должен смотреть на еду, она должна мне нравиться. Я должен ее полюбить. А здесь вот это холодное, мерзкое, отвратительное. Я не знаю, как получится все это поглотить. На старт. Внимание. Поехали. Начал обгладывать пятачок. Осторожно внутри зубы Костя, не повреди свои зубы. Я пятачки и в жизни ем, как и свиные ушки. В некоторых местах это считается деликатесом. Он это делает очень аппетитно, я бы вам сказал. Сейчас, мне кажется, вся страна смотрит и думает, а не отведут ли нам пятачка. Прекрасно. Первый продукт есть. Браво. Свиной пятак, он вообще зашел замечательно. Свиной пенис нет. Все-таки матка. По вкусу это как прошлогодняя зимняя резина. Он и шиповный. Будет классно заголовок. Болят скулы при этом при всем. Так, он перешел к свиному пенису. Ведь может хрен с ним, правда? очень хотелось бы в этот момент. Мозг не находит. Как его характеризуют, наверное, какие-нибудь рыбьи кишки. Неприятное, мерзкое, отвратительное. А что там внутри? Что там в этом кодеке? Стоп! Виктор, как так? Ну, что-то мерзкое, несъедобное. я не ел свинину до этого, теперь, наверное, опять не буду есть. Нашел фактор страха. К испытанию ужин гурмана готова приступить четвертая участница. Мне реально страшно, как будто сейчас с вышки буду прыгать. надежда ангарская. Я не ела свинину 7 лет, но мой эндокринолог в целом кудет и есть больше жирного с салатом. И вот тебе на тебе. Да? На старт. Внимание. Поехали. Я когда это ела просто пыталась представить, что это кровяная колбаса. А кровяную колбасу я ела в детстве и сама ее готовила. Поэтому для меня это было так сносно. С первым продуктом ты справилась всего лишь за 40 секунд. Браво! Сами, что делать. Я прям пойду посмотреть, как Надежда Ангарская убивает Виктора Логинова прямо на спектакле. Я уже наелась. Я наелась двумя продуктами этими. У меня же места в животе нет. Давай, давай. Это был нос огромный. Просто какой-то одища метр квадратный этой кожи. Я ее взяла и начала ломать. По-женски все подготовила продукт. Ты понимаешь? Не, молодец, реально молодец. Помнишь? Я чувствую сильного соперника. Смотри. Я закрывала уши для того, чтобы не слышать, что они говорят. Вообще отрешиться от ситуации, что я сейчас ем. Главное, язык не прикуси, Надя. Кстати, зуб один вытащила хряка. Не свой, слава богу. Да, не свой. Три. А, кстати, глотать вот так вот легче. Два. Один. Да! Она это сделала! Браво! Я еще не поняла, что я сегодня сделала. вот, как бы, получать, за ужин не заплачу. Ну, хоть сэкономила. Ну, такая вот, молодец, семейный бюджет, в норме. И так, я готов озвучить результаты испытания. Надежда Ангарская и Дмитрий Шнякин смогли съесть по три продукта за пять минут. Александр Головин и Виктор Логинов по два продукта. Виктор и Александр, прощайте. Мы завернули вам остатки с собой. На, спасибо. Конечно, есть горечь, что я не прошел это испытание, не стремился. Вот есть вот эту ерунду, это не мое, я совершенно понял это. Я очень рад, что я попал на факты страха. Я очень рад, что я преодолел свой страх, самый главный. Есть неприятные вещи. Это маленькая победа для меня. Дмитрий и Надежда, вы двое продолжаете борьбу за главный приз. В финальном испытании кто-то из вас выиграет 250 тысяч рублей, если ваши страхи не окажутся сильнее. А мы сделаем все, чтобы именно так и случилось, потому что вы на факторе страха. Не знаю, что нам приготовили, бассейн со змеями, мешок с тараканами, ведро с крысами, что там будет. Интересно, ну посмотрим. Я думаю, что это не будет легким испытанием. Ну, наверное. Я бы хотел какой-то, знаешь, экстрим, может, там вертолет. Тебе вообще не страшно? У тебя нет такого ощущения, что... Не, волнение, это приятно. Прямо такое. Приятно, да? Интересно себя испытать. Матрас такой, да? Ну, давай посмотрим, насколько у нас это получится сегодня. Были очень разные версии по поводу того, что нам предстоит сделать, когда мы сюда приехали. Мне хотелось чего-то связанного с высотой. Друзья, мы находимся на особо охраняемой природной территории Романцевские горы. Именно в таком безопасном месте вы сегодня испытаете максимальный страх. Финальное испытание называется подводная ловушка. Уже стало страшно. Вы соревнуетесь по одному и на время. Для начала мы закроем вас в этой железной клетке. Чтобы вы почувствовали безысходность. А потом опустим воду и начнем вас топить. Чтобы оттуда выбраться, нужно не дать ужасу сковать вас. Нужно открутить желтые винты и открыть дверь. Это жестокое испытание. Если вы справитесь быстрее соперника, вы выиграете 250 тысяч рублей. Это не то испытание, на которое я рассчитывал. Переживания определенные есть. Первым, кто опустится в воду температурой 10 градусов будет надежда ангарская. Я, конечно, плавала в якутских горных реках, но тут же дело даже не в том, что как ты ныряешь или как ты плаваешь, а в том, как твой организм справится со стрессом, с адреналином и с холодом. Посмотрим, на что я способна. Мне уже страшно и холодно. Испытание. Подводная ловушка начинается для Надежды Ангарской. Поднимайте ее. Вот это было страшно. Как вода тебе, Надь? Вы охренели! Это фактор страха! Вы, мать вашу, охренели! Было холодно. Ну, главное, чтобы от холода не случилось удороги. На старт! Внимание! Поехали! Давай, давай, давай! Погрузилась в первый раз, начала с пятого, но пятый задевал четвертый. Этот раскручиваешь, получается, а этот закручиваешь. И поэтому я думаю, ладно, сейчас откручу третий, как пойдет дальше. Я думаю, Надюха вот из таких, которые попытаются сразу два винта, знаешь? Паника играет свое дело. Не то, что ты в массе не ныряешь, а ты знаешь, что в любой момент вынырнешь, и все, здесь все будет хорошо и свободно. А здесь наверху есть преградок, и не просто выныриваешь, и не сразу, потому что сразу захлебнешься. То есть найти это место... Ну, видно, что очень тяжело сейчас. Все сковывает. Сковывает давление. Плюс, естественно, у тебя, понимаешь, вот ограничение по тому, что ты не можешь полноценно вылезти и вдохнуть. Дышать хотелось больше, но время тебя подгоняет. Когда я нырнула, начала откручивать, я поняла, что когда тебе выталкивают, это невозможно в гидрокостюме или сесть, потому что тебя постоянно толкает, даже, ну, как бы, ты пытаешься достать. Но я достала их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, первый есть! Здорово! Продолжай! Надя! Она занырнула снова. Очень мужественно она держится. Ждем второй вентиль на поверхности. Мы тут еще не понимаем просто, что внизу происходит под водой. Есть второй вентиль! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надя, молодец! Ну как, молодец? Что-то быстро ускорилась она. Надюха, конечно, очень сильная соперница, это надо признать. Она гораздо более опытная в таких телепроектах, чем я. Поэтому сейчас у меня страх проиграть. Надя, давай! Я в тебя верю! Я не пойму, она либо дышит, либо прокручивает там ногой. Я поняла, что зачем тратить время впустую, можно же и ногами, и я начала крутить ногами. Это очень сложно, потому что она это делает на ощупь, она не видит ни вентиль, и то ли она вообще крутит. Может, это и быстрее, вот тоже не поймешь. Третий! Все равно это было очень сложно. Дим, ну как думаешь, ты сможешь хотя бы три выкручить? У меня был такой момент, когда я прям дышала, наслаждалась облачным небом. Надя, ускоряйся! Есть! Четвертый! Вижу! Вижу, что четвертый тоже всплыл, он внутри клетки. Крайний вентиль! И это закончится! Посмотрю, даже дышало тяжело сейчас как-то выплевывало вместе с водой. Так, силы, силы есть, но на исходе... Надя, остался последний! За себя поболеть? Ну, вы это реально переживаешь. Хорош! Есть! Где ты? Я довольна собой, конечно, ничего себе! Я... Я вообще классная! Ха-ха-ха-ха! Так, ну, рассказывай, Надь, что ты чувствуешь? Во-первых, я замерзну. не было паники, не было страха. Ну, паника была, окна воздуха не хватает. Страшно теперь тебе? Я начал чуть сильнее волноваться, потому что главный страх, во-первых, в том, что замкнутое пространство, и мне кажется, надо будет поворотить этот страх, эти нервы в первые секунды, первое мгновение. И проиграть это всегда вот дикий страх. Да меня просто затролят, затравят. Если я зайду там в комментаторскую свою, где-то на Матч ТВ, и что обо мне будут говорить парни? Давай, Дим. Заходи, подышишь внутри. Вначале я попытался продышаться, чтобы как можно больше воздуха легкие добрать. Испытание подводная ловушка начинается для Дмитрия Шнякина. Поднимай клетку! Очень зря он сейчас тратит свою энергию и силы на эти подтягивания. Они совершенно ни к чему сейчас. Нужно, наоборот, как можно больше сохранить этой силы. И в какой-то момент я стал немножко волноваться, переживать. Я думаю, это было слышно. Горяченькая пошла! Там невероятно холодная вода была, и у меня реально начало сводить ноги. Дима, ты готов? Готов! На старт! Внимание! Поехали! План у меня был отвернуть два винта вначале. Да! Уже есть первый! Отвернул довольно-таки быстро первый, приступил ко второму, уже понимал, что потихонечку заканчивается кислород, но вот поставил себе эту цель. Во что бы ты не стал второй отвинтить? В итоге я уже на последних каких-то исходах этого кислорода открутил. Он открутил второй! Как можно быстрее начал подплывать кверху, из-за этого немножко ударился и сбился с темпа. Самое главное здесь было устаканить свое дыхание, и все-таки этого добился. Сейчас еще за второй заходит тоже два. Откручу. Он уже открутил три! Тогда я поднялся резко, чуть там, чуть ли не ударился, и меня сверху еще водой прикрыло, и я хлебнул этой водой. Это был по-настоящему страшный момент. Потом в какой-то момент я уже сам себе крикнул типа спокойно, успокойся, отдыши. Да, он там веселится, смотри, он очень спокойно. Давай продолжай, хватит отдыхать! А, смотри, а теперь ты не так все просто, уже делает перерывы. Я подумал, может быть, попытаться как Надя, ногой там в какой-то момент. все-таки ногой не очень удобно, потому что нужно делать движение вверх ногой. Оно не очень быстрое. Есть четвертый! Четыре винта! Неплохо! Успокоимся! Видно, что уже подустал, потому что очень долго уже отдыхает. Да все, остался один, самый верхний в том, что-то. Стоп! Стоп! В условиях стресса, вот этого давления, замкнутого пространства, у тебя совершенно как-то иначе идет время. Может быть, даже я и медленнее был, я не знаю. Для этого надо дождаться результатов испытаний. Итак, ребята, испытание подводная ловушка завершилось. Вы оба его прошли, и это прекрасная новость. Но Надежда потратила 6 минут 36 секунд, чтобы открутить 5 винтов. Дмитрий потратил на это 3 минуты 16 секунд. К сожалению, Надежда, ты проиграла, и мы прощаемся сейчас с тобой. Пока. Но я дошла до конца и сделала это. Это тоже такая вот победа. Мой ребенок будет, ну и гордиться. Вот и все. Это для меня самое главное. Дим, ты победил на этом шоу. Ни пятеро конкурентов, ни твои страхи не смогли остановить тебя. Сегодня ты лучший. Побывал на таком по-настоящему крутом проекте и при этом выиграл. Для меня важно было именно выиграть, гордиться этим. Без преувеличения могу об этом сказать. Реализовалась моя мечта. На что потратишь 250 тысяч? Обязательно благотворительность. Я всегда аплодирую таким благородным поступком. Выигранные 250 тысяч отправляю в фонду Ты супер детям, тем, кому эти деньги гораздо-гораздо нужней. В следующем выпуске Фактора Страха вы увидите шесть новых участников и наших старых знакомых ужасные фобии и страхи. Меня зовут Анатолий Цой и я боюсь только одного, что крики на нашем шоу будут недостаточно громкими. Смотрите Фактор Страха. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok